Этот город иногда называют дальневосточным Санкт-Петербургом. Не сказал бы, что это дешёвый рынок, но даже здесь нельзя купить уникальный деликатес. Хабаровский край богат не только морепродуктами. Недавно здесь начали выращивать улиты. Моллюсков стала разводить одна семейная пара, и теперь у них есть все шансы для того, чтобы превратить это место в гастрономическую столицу Дальнего Востока. Нет, ну а что? Во Франции именно эскарго, то есть блюдо из улиток, сделало местную кухню изысканной и высокой. Ну что, улиточки, держитесь! Я выхожу на охоту и очень даже голоден. Кто не спрятался в своей домике, я не виноват. Женя, как родилась идея создать ферму улиток? Пришло не мне, пришло жене. Взяли землю. Беременная была в этот момент, да? Да, беременная. Понятно, это гормоны, гормоны. Третий месяц, ну да, нежданчик такой. Хороших моллюсков продавали только в Новороссийске. Но желание беременной жены закон. И Евгений Габа отправился за 10 тысяч километров. Мы такие экстремалы, пионеры, да, первопроходцы, которые решились на этот эксперимент. И, слава богу, все получилось. Дальний восточный климат пришелся южным гостям по душе. Сейчас на ферме живет более 140 тысяч моллюсков. А что за сетка, зачем разве эти моллюски могут сбежать? Ну вот, видите, вот она. То есть собрал, вернул, так сказать, да. И кто еще подкоп не пытался делать? Мыши. А, мыши? Да. Мышам тоже нравятся улитки? Очень. Борьба с ними идет, вытравляем, так сказать, вредителей для улиток. У этих улиток съедобно все. И мясо, и икра. Название деликатеса звучит шикарно. Икра – афродиты. Вот только цена очень кусается. Около 150 тысяч за килограмм. 150 тысяч за килограмм? Да, ну? Да. Черная икра дешевле, чем икра улиток? Да, да. Это какие-то особенные улитки или любые можно использовать для фермы? Это особенный сорт хеликса сперса мюллер называется. А, мюллер еще никогда не был так близок к побегу. Но все никак не выходит. Да, да, да. Ого! Да, вот. Солидно тут их. Ничего себе. А это много считается их сейчас? Это уже мало. Мы уже собрали практически весь урожай. Каковы хабаровские улитки на вкус, я расскажу чуть позже. Меня удивило еще одно свойство этих моллюсков. Если брать эту улитку и употреблять часто в пищу, что улучшается, кроме настроения? Ну, ваша либидо. Либи... Да. То есть тестостерончик? Тестостерончик, да. Ну, оно что и на мужской, что и на женский организм влияет. Вообще огонь. То есть, ну, реально помогает? Помогает. Проверено тоже. Почему? Я не буду уточнять, как. А я еще знаю, что из их какого-то секрета делают косметические средства. Да, совершенно верно. Что это такое? Улитка Мюллер, она плодовита у нас на муцин. Муцин, точно. Вещество, которое у нас омолаживает кожу. Как добывается муцин? Мы берем улитку. Так. Пойдем. Ну-ка. Ну, и вот начинаю ее потихоньку щекотать. Вот, пожалуйста. А, вот это вот пена? Пена. А ну, иди сюда. Сколько стоит, не знаю, килограмм муцин? Вот двух миллионов. О-о-о-о. Так, я пошел работать. Подруга, так ты вообще золотое дно выходишь, да? Ну, может, тоже улиток завести? Открою секрет. Улитки, которые попадают на стол, у них очень вкусное мясо. Особенно, если приправить его соусом. Ммм, очень вкусно, кстати. Вкусно. Можно еще? Ха-ха-ха.